Всем привет дорогие друзья, это xbt.com и передача xbt live. Сегодня я хочу вам рассказать про парочку пауэрбанков от компании Toppon. Почему вообще я обращаю внимание на пауэрбанки? Да потому что пауэрбанки эти примечательные, от одного из них можно заряжать макбук, air или pro, ну или другие ноутбуки, а от другого можно подзаряжать целый автомобиль. Интересно, смотрим дальше. Начнем мы с пауэрбанка под названием Topp Mac. Как ясно из его названия, основная его фишка, из-за которой многие его покупают, это то, что с его помощью можно заряжать макбук. Берем провод, идущий в комплекте, подключаем его, подключаем макбук и начинаем зарядку. Таким образом можно подзарядить примерно наполовину Mac Pro 15. Для того, чтобы начать зарядку, конечно, нужно нажать на кнопку. Просто так она не пойдет. Вот огонек засветился, зарядка началась. Кроме зарядки Mac Pro, можно зарядить также другие ноутбуки. Есть переходники, которые подходят практически ко всему. Даже есть для последних моделей Lenovo, что встречается не так уж и часто. Кроме того, от пауэрбанка можно заряжать и обычный телефон. Здесь 5 вольт и 2 ампера. То есть, никаких QC, никаких MediaTek Pump не поддерживается. Для зарядки самого по себе пауэрбанка предназначен вот такой вот большой адаптер. Зарядить его от разъема USB не получится. Тем не менее, в этом есть и плюс, в том, что пауэрбанк заряжается очень-очень быстро. Всего за полтора часа. Конечно же, при хороших условиях, если вы его одновременно не разряжаете. В комплекте с пауэрбанком есть вот такой вот чехол. В него можно положить какие-то аксессуары. А сам пауэрбанк туда, к сожалению, не влезет. Полный обзор этого пауэрбанка вы можете посмотреть, пройдя по ссылке внизу. Она находится под видео. Также вы можете увидеть актуальные цены на этот пауэрбанк. Дело в том, что он не очень новый и появился в 2014 году. А вот сейчас я расскажу уже о новинке от компании TopOn. Давайте все вот это уберем и посмотрим. TopOn T72. Универсальная внешняя батарея повышенной емкости, как здесь пишут. И его основные фишки. Во-первых, эта емкость 18000 мАч. Это очень достойная емкость. Это новинка в линейке компании. В отличие от TopMac зарядку этого пауэрбанка можно сделать с помощью традиционного разъема USB. Но за счет того, что здесь не поддерживается Quick Charge или Mediatek Pump на вход, зарядка в этом случае будет идти действительно долго. Около 8 часов при 5 вольтах, 2 амперах. Ну, это вот, в общем, простейшая арифметика. Тем не менее, пауэрбанк поддерживает также внешний блок питания и поддерживает зарядку от прикуривателя автомобильного. То есть, при желании можно подзарядиться таким образом. Это все очень здорово. Получается очень универсальная штука. Давайте пробежимся по возможностям этого пауэрбанка. Итак, у него есть два порта для USB. Один из которых максимум на 5 вольт, 2 и 1 ампера. А другой поддерживает Quick Charge 2.0. То есть, максимальный ток получается 12 вольт и 2 ампера. Если у вас топовый какой-нибудь телефон на чипсете Qualcomm, то, скорее всего, он будет заряжаться настолько же быстро, насколько он заряжается от родной зарядки. Что особенно приятно, так это то, что у пауэрбанка есть вот такой вот экранчик. И всегда можно увидеть, с нормальной ли скоростью заряжается ваше устройство. Вот, например, сейчас я подключил сюда айпад и видно, что он заряжается с мощностью 8 ватт. То есть, около полутора ампер при пяти вольтах. Можно сразу понять, может быть, это плохой шнур, плохой кабель зарядки и нужно его поменять и взять какой-нибудь более толстый, либо более подходящий кабель. У нас по этому поводу в Live есть огромный материал с замерами, почитайте. Что тут есть еще хорошего? Аккумулятор не лишился возможности заряжать ноутбуки. Тем не менее, специального разъема для зарядки Mac Pro здесь нет. Ну а вот все остальные ноутбуки заряжать можно. Диапазон рабочих напряжений составляет от 12 до 24 вольт. Переключается все это вручную нажатием на кнопку. То есть, лучше постараться быть очень внимательным, чтобы не спалить свой ноутбук. Ну, конечно, от этого есть страховка, но на всякий случай рисковать не стоит. Также с помощью пауэрбанка можно подзарядить подсевший аккумулятор автомобиля. Хотя это и звучит странно. Тут есть специальный режим под названием PB. Ставим, вставляем вот это вот в гнездо прикуривателя. Переключаемся в режим PB и ждем 15-30 минут. И можно заводить автомобиль, у которого ранее аккумулятор был подсевший. Многие говорят, что с помощью такого пауэрбанка можно прикурить автомобиль. Однако это не так. Максимальный ток здесь этого не позволяет, но вот подзарядить подсевший аккумулятор вполне себе. Да, конечно, это не безымянный китайский бренд и у этих пауэрбанков есть какие-то определенные уникальные свойства. Поэтому стоят они, конечно же, не очень бюджетно. Вы можете посмотреть актуальные цены, если пройдете по ссылке внизу. Тем не менее, если вам нужно, например, подзаряжать свой Mac Pro или вам хочется подзарядить свой автомобиль и при этом иметь с собой всегда порт с Quick Charge, то, наверное, стоит обратить внимание на эти пауэрбанки. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Это XBT.com и передача XBT Live. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok